Отличная осенняя Отличный повод собраться вместе Десятый завершающий испытание Этап реалити проекта Доброшоу Ну что, девчонки, дотопали ли вы До финального этапа? Сегодня Да Сегодня последний этап перед вашим добрым делом И видите, какая прекрасная погода Куда мы сегодня приехали А сегодня вас ждет триатлон Кто-нибудь знает, что это такое? Что это? Я только знал, что это напряжется Только триатлон Немножко из других испытаний выдохните Сегодня вас будут оценивать Три члена жюри Три члена жюри Один из них я, так что Сегодня со мной понежнее Внимательно слушаем Каждый член жюри Может дать 15 баллов Каждому участнику То есть сегодня максимальное количество баллов Будет 45 То есть вы понимаете, да? Вся турнирная таблица сегодня может просто перевернуться Все будет зависеть от вас Вам предстоит За полтора часа Выполнить задание Которое будет перед вами стоять Для того, чтобы начать его Вам надо будет добраться до места Где по локации Будут раскинуты ящики с оборудованием Которое позволит вам выполнить вашу задачу У вас полтора часа времени Чтобы все это выполнить И в принципе-то Время уже пошло Вперед по дороге Кто не успеет Кто последний У того будут проблемы Мы побежали и начали искать ящики Я еще не поняла, какие ящики Нужно было найти Оля пробегает Открывает ящик И убегает Я не поняла, в чем смысл Что там не так Я такая смотрю Там тоже ящик сойдет Ну ладно, не буду ходить А там было написано Ты лох Типа, что-то такое Просто Я не была готова Готова готовить Особенно здесь В таких условиях А вот и два других члена жюри Это сюрприз Участницы прошлого сезона Анастасия Иванова И Мария Жукова Господи, первый сезон Какого хрена Ящики стоят Что за ящик Что с ними делать Там еда Ну надо бы готовить Я думаю, блин, ну что с этим делать Оказалось, кастрюли-то две всего По факту Все девчонки уже себе ящики забрали Я увидела, что там еще ящик Я его забрала Открываю Все как в тумане было Открываю там продукты Просто несочетаемые между собой Елена Лысова не успела забрать Ближайшие ящики И теперь ей предстоит Отыскать последние В каждом из них Набор продуктов Из которых участницам В полевых условиях Придется приготовить Что-то необычное Чтобы угодить членам жюри Я спрятала коробку Которую она долго-долго искала Она была самая последняя Это что? Отличное сочетание Блин, только неготовка Я не умею вообще готовить Вот Так что Зал шненька не возилась Ну ладно Допустим этот момент Году надо поставить Мошенничаешь? Почему? Нам сказали брать все, что можно Да, но никто не говорил Что можно Искать рецепты в интернете Как первое впечатление? Плачевно Плачевно? Почему? Ну я не думаю Что прям так все плачевно Девочки стараются Я уже вижу У кого-то командная игра А у кого-то прямо Так, все это мое Фокус в том, что Участницам не будет хватать Кастрюль, сковородок Досок и даже Ножей с ложками Организаторы Заботливо их Не докупили Как девчонки справятся? Не начнут ли Конфликтовать? Скоро узнаем Ну они все кастрюлю Все забрали У нее вообще Куншозы Не надо вообще варить Ее заливать С кипятком Собрала все Моя кастрюля Моя сковородка Так, сейчас быстренько Сейчас сделаем Сейчас надо быстро Еще куда-то бежать Катька там что-то нервничала Немножко Психовала Что с этой кастрюлей Мы сначала Я первая Я взяла Она мне нужнее Блин, Кать Ну я первая взяла То есть вот это Дележка кастрюли Получилось девчонки Кто первые Вот Оля с Аллой Они здесь захапали Эти кастрюли И все И остальные все стоят Руками разводят Типа что делать У кого-то салаты У кого-то рыба А то есть у меня Вот попалось Самое такое блюдо Которое дольше всех Надо было варить И я так думаю Ну и что У меня теперь В руках его что-ли варить Как-то все Перегрелось Пошли Придумала Что делать Для той Да У меня выбора нет А? Надо придумать Не придумала? Придумала Ну У меня получается Рис Креветки Перец И шампиньоны Будет вкусно? Я надеюсь Давай Я хочу Поехать Руках Не знаю Я вообще Ненавижу рыбу И запах рыбы И вкус рыбы И вообще Это жестко Не придумала Что делать Для той Нет Просто экспериментирую Просто я терпеть не могу Рыбу И меня сейчас Тошнит Я тебе говорила Решлотку бери Все девочки пока Вот с этими Кастрюльками И этим Я такая Рыба Фольга Нормально Нормально Мне ничего не нужно Мне не надо Сражаться с ними За это Да Только я не знаю Куда вишню К мясу Ну как Овощи, мясо и вишня Класс А? Что же золотаком? Запеку сейчас Прямо куда Скинусь Да Помнишь Сейчас все замешаю В одну Будет вам салат Наверное А тушенку Будешь поменять Тушенку? Ну как Такой салат Типа цезарь Говядиной Оля Прогумала Что будем Готовить В процессе Импровизируешь? А у меня Так всю жизнь Мои дети Накормлены Муж Тоже Импровизация Наверное Это будет Рагу Какое-нибудь Потому что У меня печенка Баклажаны Картошка Сметана Да Если кастрюлю Надо бы Справлю Сейчас пойду Отнимать Емкость Какая-нибудь Нужна А что я расскажу Я расскажу Что здесь Сковородки Нельзя из рук Внимать А то заберут Быстренько Давай Доброшоу Помогай сопернику Давай Давай Лей Давай Честно Немножко волнительно Мне было Когда Я Только сюда ехала Думаю Блин Сейчас Что-нибудь Будет Такое Очень Страшное Для меня Потому что Я не знала Что будет Кулинарии То есть Я сюда приехала То есть По факту Узнала Что они Девочки Будут Готовить Ну Первое Ощущение Я испугалась Девочек Потому что Они как-то Ну так Очень Накинулись Я на них Смотрю И такая Куда Спрятаться Девочки 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 Лук Лучок Золотая Луковица Правда Чесночок Я жду Да Мне нужно Рис отварить В той же Воде Где я буду Использовать Пунчозу Я ее Достану И можно Будет Использовать Это Знаешь Сколько Ребра Готовят Нормально Так Минут 25 Ну не точно Да 40 Могу Лаги 30 Нет Нет Свиные Ребрышки Один из секретов Хорошего приготовления Это терпение Оставьте продукт Мариноваться Пару дней Это поможет Развиться в нем Ароматом И вкусом В результате Получится Намного Вкуснее Нет Ребра Готовятся Быстро Да Да Я вообще Дом делаю Да В духовке Минут 20-30 Нèle Минут Чего? Можно? Да Минут 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 Ой, господи, все, у меня уже штормит. Как он все должно? Пиши, короче. Класс, нормально. Меня никто замуж не возьмет, я не умею готовить. А ты зато что? Это же Деван. Мне кажется, после этого испытания меня мой парень бросит. Скажет, ты мне нафиг не нужна. Да, я дам. Настя любит пожрать, она, по-моему, на это будет вкусно оценит. Если не вкусно, Настя делает вот так. Настя, ты запомни ее слова. Что она любит пожрать. Я узнала, конечно, я ей сказала, что здесь первые сезоны готовили. Вот, смотрите, тут началось предвзятое отношение. Она уже опять, знаете, члены жюри, опять начинается, да. И за 20-ю дожками вы бегали. Вот так, вот так. Как-то на углу. Да потому что она туда, я ее... Поставь туда прям. Не только вот эти. Давай вот эту еще угли и поставь сюда. Не нужно угли. Прям поставь ее туда. Тут рис, тут яйцо. Еще из-за одного яйца вы две кастрюли заняли? Нет. У меня рис. Это фунчоза. Да фунчозу ее с роткой подпал залить. Ну так она же вот сейчас там покипит. Позарочу ее сейчас освободи. Настя, дай мне уже, пожалуйста, перчик. Там не надо много. Пожалуйста. Все 45 баллов должны быть мои. Настя? Не знаю, совмещают ли брокколи с... Как его зовут? Аж забыла, блин. Цукини? Какой цукини? А нет, это... Что это такое, я тоже не знаю. Сильвери, господи. Стоп, падай, стоп. Оля падает. Оля, Оля. Моя падает, Оля. У меня есть лапша. И тут написано варить 11 минут, но это не самое страшное. Затем откинуть в дуршлаг. Вот это вообще. Это описание не нужно читать. Как думаете, что я варю? На что похоже? На линейке. Не линейке, а палочке. Палочке. Логопеды. Да, именно это и есть. Вы когда-нибудь пробовали палочки-логопеды? В целом, дуршонки все очень позитивные, энергичные. То есть, они друг другу помогали мне, потому что они взаимодействовали. Нет, были некоторые перепалки между ними. То есть, в любом случае, это не изменить. Но в целом, девочки очень хорошо с друг другом работали. То есть, команда была общая. Но в целом, прикольно. Мне понравилось. Но я не хотела бы на их месте оказаться сейчас, честно. Потому что я, наверное, растерялась бы. Я не знала, что я могу приготовить. Что там сидишь в кустах? Я с тобой понаблюдаю. Как тебе здесь интересно? Давай посмотрим. Будет очень жарко. Потому что девочки сейчас смотрят, пробуют. Друг другу еще помогают. Ничего не готово. Прошло приблизительно. Но уже полчаса прошло. И у них мало углей. Будем ждать. Рис не варится. Не варится? Потому что нет жара. Эта часть блюда готова. Мне нужно немножко риса. И все будет готово. Рис не забрали. Реально нет жара. Блин, Клуша, отойдите оттуда. Надо будет, знаешь что? Давай, пожарный. Давай, пожарный. Мне круто, Клуша. Никогда не думала, что можно фунчозу готовить на костре. Что, яйца варить? Яйца. У меня же были яйца. Две штуки яйца. Я никогда не подумала бы, что яйца можно варить на костре. Ну, жарить понятно. Но жарить у меня как бы это сразу отпало. Потому что одна сковородка, девчонок много. Ради одной какой-то там яичницы или там еще чего-то. Я не стала это делать. Попробовала сварить. Обалдеть, они сварились. Они сварились вкрутую. Две, нет, девчонки. Нету? Вон там, кстати, мазгалы лежали. В пакетах. Где? А что, нету углей, да? Коля, ты все высыпала? Конечно. Там его мало было, да. Все угли выкидывали. Первый раз. А, да? Круто. Он должен прогореть и жар остается. Да, давайте. Еще не стыдно. Давайте побыстрее, давайте все вместе, подружнее. Дровки. Пойдем. Костра нету. Мы пошли собирать в лес хотя бы эти деревья какие-нибудь. А тут и лес хвойный. И от хвойного дерева, от него только дым идет, а огня мало. Углей не хватило. Вот надо было с собой угли тащить. Хорошо решетка была. Да, этому мужу спасибо, что он с тобой решетку возит. Оу, маааа. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры делал DimaTorzok Ну, кроме того, что тебе нужно само это сделать, ты понимаешь, что ты свое личное время теряешь, но это нужно для всех, и я считаю, кто пошел, тот молодец ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А сейчас поиздеваетесь над ними? Поиздеваетесь над ними сегодня? Конечно. Ну, не знаю, я не буду издеваться, но я буду прям жестко... Она, она за кадром говорила, я буду их потрунивать, издеваться, они у меня баллы не получатся. Да ладно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, вроде и начинает что-то вырисовываться. Едой пахнет на природе в три раза вкуснее. Кажется, с нехваткой кастрюль, ножей, вилок девушки справляются. И как-то слишком легко. Надо бы усложнить дефицит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мне нужно сейчас найти плоскую, типа что-то доски, бревна. Хочу постелить сверху вот эту бумагу, которую нам накрывали наши ящики. И, короче, так подать рыбу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давай пока вот этот кусочек поставим. Ты не боишься соперницам подсказать сейчас идею? А еще все равно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пойдите, она еще поедет в шоке. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Надо менять. Оля, у тебя нож был. Я смею могу говорить, что можно пробовать то, что мясо мелко порезанное, оно быстро прожаренное. Допустим, вот у Арины я очень сомневаюсь, что ребрышки таким большим кусочком прожарились. Это мы картошку спорта просили. И... Не, ну хотя бы овощи аль денте можно есть, и это самая полезная пища вообще в априори. А вот мясо, насчет мяса, думаю, так, я занимаю первые кусты. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Лена придумала офигенную китовя, сходила в лес, оторвала кусок коры, спрятала ее. И когда приготовила свою рыбу, она, короче, на кусок коры сбросила бумажку, да, очень красиво. У нее крутая подача будет. Вот, но есть один момент. Мне кажется, она его немножко не до конца довела. Она положила-то слишком много бумаги, я не знаю, что будет в итоге. Но из-за того, что она положила-то слишком много бумаги, и как бы подача в кульке бумаги, да. То есть весь ее идей может сейчас поролониться, надо сейчас посмотреть. Ну да, рыбу. Но идея классная, конечно, без вопросов. Шаролата. Шаролата. Я вообще сначала думала, что нужно много приготовить из всего, что есть, чтобы это на всех хватило. То есть и на член жюри вообще, чтобы все поели потом. Ну как бы для всех сделать. Вот, а девчонки смотрю, там начали кто-то по чуть-чуть совсем, там и риса чуть-чуть, и там креветок чуть-чуть. То есть они все использовали на одну тарелочку, соответственно, у них быстрее. У меня огромная кастрюля этого рагу. Время закончилось. Руки подняли, все, девочки заканчивают. Напомним, что на все про все у девчонок было полтора часа, и у Чуда все успели. Но вот можно ли будет это есть? Сейчас посмотрим. Нужно придумать название, да? Я не придумывала, конечно. Но давайте назовем спортпит. Спортпит? Спортпит. Можно есть руками, облизывать пальчики. Я посмотрела на свое блюдо, и у меня потекли слюни. Я облизала пальчики. И за это было вкусно, правда. Ботат просто. Это я рекомендую всем попробовать ботаты. Это очень вкусно. Ботат можно можно. Я не помню, что я никогда не помню. Хорошо. Готово мясо? Я даже ни разу не готовила. Все, увидите. Они похожи. Очень вкусный, правда. Ботат. Вы пробовали когда-нибудь ботат? Брокколи. Ботат, попробуйте ботат просто. Это что-то с чем-то. Это ботат? Тыква, картофель и морковь все в одном. Смотри, ботат прикольный. Очень ботат вкусный. Арина первая. Ты пробовала? Я всю жизнь вмешала попробовать, и у меня не доходили руки до него. А тут предоставилась такая возможность. Еще и на костре. Здравствуйте. Как называется твое блюдо? Осенняя хандра. Я смотрю на свое блюдо и думаю о осени, о сегодняшнем классном дне. О вот этом азарте, об этой жажды победы, о соперничестве, о вот этом вот каком-то походном таком, походной атмосфере. Вот это классно просто. Я тоже хочу креветку. Все за креветкой и сразу полетели. Китические продукты. Как ни странно, они очищены. Кажется, даже там поели, где не надо. У нее все приготовлено. Но зато все приготовлено. Посмотрим на любителя, там все нормально. Да, просто даже, смотрите, если у нее креветки и шампиньоны посолили, да, то есть она нас посолила, и все вместе с рисом поесть, то есть это достаточно соленость. То есть это прям вот вообще вкусно. Естественно, если пробовать отдельно, да, рис немного недосолен, но остальное, как креветки, когда, если в целом поесть, в целом, да, блюдо удалось. Очень вкусно. Стиху идет поесть. Представляю свое блюдо. Барыня, сударыня. Хлеба нет, но соль и вот такое вот блюдо. Я смотрю на свое блюдо, и я его все съела. Очень было вкусно. Нормально блюдо. Я думаю, мужа бы заценил бы. Все, в принципе, неплохо. Картошка сварилась. У нее печень, картошка, сметана. Но печень немножко не до конца. По соли все отлично. То есть у нее все даже. И она, по-моему, без зелени. Она зелень просто как украшение сделала, как сервировку. Поэтому так и получилось. То есть у нее сервировка, грубо говоря, да, хоть у нее подача, получается как азу из печени, да, не из мяса. Но у нее она вытащила этим визуалом. Добро пожаловать на мое болото. Я левушкой-клокушкой представляю вам свое блюдо из кувшинка. Это кувшинка. 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 На мое болото. Я посмотрела на свое блюдо и представила, что мне его принесли в ресторане, в ресторане, который, вот я сказала, сказка на лугу или там добро пожаловать ко мне на болото в тридевятом царстве. Потому что оно такое, какое-то кувшиночка там, ну такое симпатичное. Мясо подостило, но вполне, как бы, да. Ольга молодец вообще, да, что она, ну она очень четкая была, она всем помогала, она занималась костром. Ну единственное, что, конечно, закосячила, то ли с солью, то ли с уксусом переборщила. Но в целом она, конечно, молодец. Можно уксус. Ну курица, она прям действительно не переживает. Идет медный салат. Идет рыба. Рыба подана не в тарелке, рыба подана в коре. А если обратить внимание, здесь идет коран. Потом идет подножка, идет рыба. В рыбе, тот, кто любит кисленькое, идет облепиховый соус. Можно с ним, можно без, можно с салатом. Вот, все достаточно диетическое, что рыба, что салат, поэтому тебе за время надо. Я смотрю на свое блюдо и восхищаюсь то, что это можно было сделать в лесу. Там такая подача, как в ресторане. В лесном, ладно, в лесном ресторане. Редактор субтитров А.Семкин Я поняла праздник в лесу. Праздник в лесу? Да. А это что? Это компот. Я посмотрела на свое блюдо и... Это было красиво, но не очень. Я морковку хоть попробую. Морковка такая фига. Да, морковка. Про компотик. Вроде бы все... Зато оригинально, да? По вкусу мы можем... Если было бы салат, то было бы по-другому. Ну, я слышал, что про компотик ей подсказали. А мясо прожарилось, на самом деле? Ну, мне попался прожаренный. Просто мне попался не прожаренный. Не, мне прожаренный все. Вкусный прожаренный, я его прожевала нормально. У меня даже это ее спим. Мой салат японско-русский. Называется «Легкость». Я смотрю на свое блюдо и думаю, что это съедобно. Пшеничная лапша, говяжья тушенка, потом салат, айсберг, лук, помидорки, черри. Очень жесткий микс. Она не растерялась, она сразу начала делать салат. То есть она посмотрела, поняла, что из этого она может делать салат и сделала боб. Молодец, что она, конечно, постаралась с этими вилочками. Конечно, заморочилась. Я могу сказать, что еще. Все-таки тушенка, специфический продукт, ее холодный подавать трудно. Она ее грела или нет? Нет, она ее не грела. Она ее не подозревала. Ну, давай так, она и свеклу у нас не варила, но при этом мы увидели, что и свеклу, и сыру можно есть. Сыру вполне, да. Мне кажется, первый выпуск он отличается. Мне кажется, там прям какая-то злорадство, что ли, даже какое-то было. В первом сезоне мы такие были как новички, и то есть проект еще глобально разрабатывался, то есть смотрели, как и что будет, получится из него, что не получится, а второй уже целенаправленно идет, и то есть его доработали. Баллы по-другому считать, то есть они сами могут следить за своими баллами. То есть это, на самом деле, очень большой плюс для них. Но минус, ну, может быть, и не минус, что они не знают, что у них будет. Мы-то знали, предначально, что там, типа, у нас будет пицца, потом мы будем драться, потом мы будем ходить в шубах. То есть мы знали, что у нас будет, а девочки, я говорю, как я поняла, и сегодня они ехали просто не в известность. Вот, но это, наверное, хорошо, то есть они неподготовленные приезжают. Также я видела, заметила, что все-таки во втором сезоне конкуренция идет прям вот бурно так. Там это не делай, то не делай, это не так, это не сяк, здесь не команда. Но в основном девочки также разбились по командам, кто с кем дружит, кто с кем менее дружит, вот. Но в общем, если брать как вот целую, цельную такую команду, они неплохо стараются, все друг другу помогают. Как бы, да, есть, естественно, конфликт, есть борьба, но коллектив более-менее такой дружный. Девчонки, я желаю всем удачи во втором сезоне, но не забывайте, что мы с первого сезона все смотрим за вами. Десять этапов позади. Участницы прошли эту дистанцию достойно и могут оглянуться назад, оценить свои провалы и успехи, огорчения и радостные моменты. Накопленный опыт. Впереди самое главное испытание. Испытание добром. На следующей неделе вы увидите первые добрые дела. Оставайтесь с Искр в Экт. Субтитры сделал DimaTorzok